Друзья, первый токен сейл земель в метавселенной от ApeCoin успешно завершен, и в его преддверии это привело к росту цены на 133%, и в моменте курс превышал 27 долларов, после чего последовал закономерный для крипторынка откат по принципу «продавай на новостях», и на сейчас это 15 долларов и минус 46% от текущего максимума. Скажу сразу, цена ApeCoin может упасть еще ниже, и это мы сегодня обсудим, но сейчас многие аналитики призывают покупать эту монету с прицелом на рост до 50 и даже 100 долларов. Это открывает перед нами хорошую возможность заработать, поэтому давайте обсудим, стоит ли покупать токен от Yuga Labs, которые создали топовую NFT коллекцию Bored Ape, и сейчас вовсю занимаются созданием метавселенной, которая может затмить успехи Decentraland и Sandbox. Напоминаю, что я не даю финансовых советов, и что-то покупать или продавать нужно только после проведения самостоятельного исследования. Но я собрал для вас интересные материалы по теме ApeCoin, и поделюсь собственными мыслями касательно будущих успехов или неудачи этого проекта, которые, надеюсь, будут вам интересны и полезны. Спасибо, что выбрали CoinPost и поддерживаете канал своими лайками. Начнем с прогноза цены. Этот токен выпущен на блокчейне Ethereum и очень быстро попал в листинг практически на все топовые биржи криптовалют. Объясняется это очень просто. Компания Yuga Labs, которая стоит за Bored Ape и ApeCoin, уже сделала себе имя в криптомире и собирается стать настоящим NFT монстром. Эта новость была еще 12 марта. Так вот, они выкупили своих основных конкурентов NFT коллекции CryptoPunks и MiBits. Это две другие топовые коллекции, обычные картинки которых продаются за сотни тысяч долларов. Компания Larvalabs, которая является создателями CryptoPunks и MiBits, передала Yuga Labs интеллектуальные права на данные бренды и кучу еще не проданных NFT. Далее мы узнали, что Yuga Labs имеет специальный план, который заключается в запуске собственного токена и последующем создании метавселенной под названием OtherSide. Это укладывается в планы по созданию действительно мощного проекта, особенно с учетом того, что такие известные криптовалютные венчурные фонды, как Anderson Horwitz, Animoca Brands, FTX и другие дали им 450 миллионов долларов, а общая оценка компании составила 4 миллиарда долларов. Так что же по цене? Информация, которую я вам уже рассказал, полностью объясняет тот факт, что с момента листинга на биржах ApeCoin уже вырос на 1800%, даже с учетом текущей коррекции. Обратите внимание, что текущий пик цены почти полностью совпал с пиком пампа во время начала торгов. И сейчас, несмотря на падение, вы можете найти вот такие прогнозы, где для обезьяна токена предсказывают цену в 50 и 100 долларов. Надо отметить, что это очень сдержанный прогноз, согласно которому цена достигнет 50 долларов только в 2025 году, а 100 долларов мы увидим уже в 2030 году. Друзья, постоянные зрители канала уже хорошо меня изучили и знают, что я достаточно осторожный в плане предсказания цены, стараясь постоянно занижать прогнозы. А еще последний год постоянно намекаю на медвежий рынок в криптовалюте, который не дает многим монетам расти в цене. Так вот, я считаю такой прогноз по ApeCoin слишком пессимистичным, хотя бы потому, что даже если сейчас цена достигнет 100 долларов, то по капитализации монета не попадет даже в топ-5 криптовалют. И с учетом того, что названные 2025 и 2030 года, легко понять, что дававший их аналитик ориентировался на повторение рыночных циклов биткоина. К тому моменту с ценой ApeCoin может случиться что угодно, да хоть до нуля упасть. Если проект прогорит и никто не захочет платить за метавселенную с обезьянами и пиксельными криптопанками. Но здесь и сейчас, пока метавселенная на хайпе, пока за то, чтобы попасть в будущий виртуальный мир, люди готовы платить по 5 эфиров только за комиссию на транзакцию при покупке NFT земель. Мы вполне можем заложить в наше ожидание цену в 100 долларов еще в конце 2022 года или в начале 2023. И дальше я объясню вам почему. Не переключайтесь. А сейчас обращение к тем, кто знает про ApeCoin, но впервые попал в Коинпост. По ссылке под видео вы найдете наш канал в Телеграм, который я веду лично уже более 4 лет. И где вы сможете прокачать свой уровень в финансах и криптовалютах, чтобы быть в тренде рынков и ничего не бояться. Даже финансового кризиса. Подписывайтесь. Ссылка под видео. Это бесплатно и это ведущий криптоканал на рынке. Я сделал смелое заявление и сейчас давайте попробую его объяснить с учетом возможных рисков. Если посмотреть на график, то пока у нас очень мало данных для анализа. И все, что можно сказать, то, что мы находимся на первой поддержке в 15 долларов. И при продолжении снижения биткоина, вполне можем оказаться на следующем уровне поддержки в 10 долларов. Также вы должны понимать, что рынок сейчас медвежий. И идти против него сейчас крайне тяжело для любого альткоина. В воскресенье я рассказывал вам про самый худший сценарий для биткоина на основании прогноза аналитика Бенджамина Коуэна. Посмотрите тот ролик, если пропустили. И если Бенджамин окажется прав, то цена для Айпкоин вполне может оказаться на 5 долларов или еще ниже. Потому что на рынке будет самая настоящая паника. На сегодня капитуляция по биткоину это самый большой риск для Айпкоин. Но даже если он станет реальностью, то история показывает, что затем идет восстановление цены после 3-6 месяцев консолидации рынка. И на этом самом восстановлении альткоины уже вполне могут начинать стрелять. Особенно, если для этого будет подходящий повод. Я опираюсь на данные по тому, как вели себя другие топовые метавселенные. Такие, как Decentraland и Sandbox. Смотрим на графики. После первого сильного пампа и до запуска непосредственно самого виртуального мира, рост Decentraland составил 300%. А для Sandbox рост за тот же период вообще составил 980%. Очевидно, что по Айпкоин мы также находимся в первой фазе пампа. И если мы измерим рост до 100 долларов, это меньше шести сотен процентов. Что вполне уместно для данного сегмента токенов метавселенных. Будет этот рост вместе с восстановлением рынка. Или же прогнозы медведей окажутся ошибочными и биткоин отправится на 80 тысяч еще этим летом. Неважно. В любом случае, с учетом того, как действует Yuga Labs, видно, что они нацелены на крутой результат. В первой части ролика я уже сказал, что они скупили конкурентов и получили миллионы долларов от топовых криптофондов. А еще им плюсик, что учатся на собственных ошибках. И уже объявили об интеграции с Polygon, чтобы во время второго раунда токен сейла и NFT земель не было повторения скандала с уплатой 180 миллионов долларов только на комиссии. При этом второй раунд также, скорее всего, будет очень успешным. Не зря ведь киты начали покупать подешевевший Айпкоин. Это, кстати, может стать возможностью заработать в краткосрочной перспективе. Просто нужно следить за анонсами и правильно оценить состояние рынка, чтобы биткоин не спутал все карты. Давайте подведем итог и выделим ключевые моменты для того, чтобы прогноз о росте Айпкоин до 100 долларов стал реальным. Напоминаю, что это не финансовый совет, а просто личное мнение. И вы должны провести собственное исследование. Момент первый – это сохранение тренда на метавселенные. Судя по их трейлеру и финансированию, проект OtherSide станет топом рынка. Но этот путь еще предстоит пройти. Поэтому следим за официальными пабликами и тем, как пройдет второй раунд продажи NFT земель. Второй момент. На финальной стадии пампа крипторынок должен находиться в локальном бычьем тренде. Будет это временный отскок или разворот после обвала – не имеет значения. Главное, чтобы локально мы летели вверх и покупатели испытывали жадность. Казалось бы, всего два фактора, но каждый из них имеет много составляющих, поэтому не расслабляемся и все тщательно анализируем. А если вы слышали про еще одну метавселенную от Shiba Inu и держите этого собакена, тогда посмотрите недавний ролик про эту криптовалюту. Там изменились данные по цене, но общие выводы касательно перспективы Shiba Inu на сейчас полностью актуальны. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.